Инвалидов? Вообще, инвалиды это великие люди. Как правило, у нас инвалиды это наши ветераны. Я считаю, что ветеранов вообще надо помогать им всячески, так же, как и жильем, обеспечивать им, чтобы у них была беззаботная старость. Они воевали. Если бы не они, нас бы здесь не было, и мы бы с вами не сидели. Что касаемо, допустим, не ветеранов, просто инвалидов, людей, которые попали в несчастные случаи, по каким-нибудь обстоятельствам жизненным, я считаю, что таким людям надо помогать. Как-то. У меня, например, очень сильно, допустим, я еду по дороге, стоит инвалид. И он стоит без ног. Человек без ног. Но кому он нужен? Я понимаю, что он никому не нужен в работе. Если так, в принципе, особо устроиться на работу достаточно нелегко, вот я как хочу сказать, на достойную работу с достойным окладом. А у человека, вот инвалид, ему вообще, в принципе, это практически невозможно. Максимум, что он может, это вот сидеть за компьютером, быть пользователем ПК. Но, опять-таки, так как инвалиды, как правило, уже люди взрослые, им тяжело осваивать ПК, ну, как у этот компьютер. И поэтому они, в принципе, вот идут в эту определенную такую группировку, где, собственно, ну, это же все прекрасно понимают, что люди, вот инвалиды, которые стоят на дорогах, да, это людей, как, ну, есть специальные люди, которые этим занимаются, на котором это зарабатывают деньги. К ним приходят инвалиды, они понимают, что человек не может, в принципе, себе даже прокормить, и они начинают его использовать в своих целях и зарабатывать тем самым на сострадании. Таких тоже людей, я считаю, надо сажать. Нет, ну, потому что это неправильно. И, ну, как бы человек, мне таких очень жалко людей. Я проезжаю, вот, допустим, стоит женщина, да, и говорит, допустим, с руками и ногами, цыганка, и говорит, дорогая, помоги мне, будешь богата, красива, та-та-та. Я не хочу помогать цыганке. У меня не идет, не лежит сердце помогать ей. Я лучше помогу инвалиду, который человек, который, я знаю, что он не может устроиться на работу. Ну, не сможет. А вот цыганке, руки, ноги есть, да, она, в принципе, может пойти и работать. Просто вопрос в том, что хочет человек работать или не хочет. Вот для инвалидов я считаю, что... Я вот, правда, не знаю, есть ли такое сейчас учреждение такое, да, где, в принципе, инвалиды находятся. Я считаю, что, по-моему, есть, да? Есть такое место или нет? Или не создали еще у нас? Ну, допустим, как медицинский центр, допустим, помощи инвалидам. Есть же такой, допустим, медицинский центр помощи, там, детям, бездомным. А вот инвалидам есть такое? Я просто не знаю, есть ли нет. По-моему, нет, да? Ну, вот, надо создать такой же, как центр помощи инвалидам. Людям, которые не могут, там, передвигаться, не могут ходить. Да, это очень тяжело. Но я считаю, что, как бы, людям надо давать... Ну, что, вот, допустим, вот я вам расскажу ситуацию. Мне, когда я сломала ногу, мне вообще ничего не хотелось. Мне не хотелось ни работать, ни учиться, ничего. Я лежала, как вкопанная. Мне пропал смысл жизни. И в тот момент, да, оказались близкие люди рядом со мной, слава богу, мои родители, которые мне, в принципе, помогали. Они меня вытягивали, и моя нога, она, как бы, зараза... Ну, то есть, она все сформировалась, кость у меня срослась, и я дальше пошла, то есть, начала ходить. При этом очень важно, вот, для инвалидов, чтобы их окружали именно люди, которые им желают добра, чтобы они больше, быстрее поправлялись, и у них обретался смысл жизни. Продолжение следует...